Предали нашу страну. А страну-то ненавидят. Они предали родину, они предали память своих отцов и дедов. Путинские единороссы ищут предателей. Потому что они не мужчины. Они ищут их каждый день, везде. Мы страна другого совершенно менталитета. Планировали геноцид, да, против нас. Критикуешь Путина, ты предатель. Они уезжают, и слава богу. Тебя будут судить. Родину нельзя оставлять. Выступаешь против войны, предатель. У нас есть уникальный исторический шанс. Всякую пену, всякую гниль, всякую гадость из страны каким-то образом. Тебе аннулируют паспорт. Примут закон, позволяющий лишать гражданства. Уехал из страны, у тебя отберут имущество. Они не должны зарабатывать деньги нашей страны. Все люди из страны, я остался. Предатели, предатели, предатели. Это что? Вы не заметили, как воздух очистился? Вот вернулась некто Пугачева. Единорусы во всех видят предателей. Нет, это действительно экзоциальная война. Медведев, он вообще угрожает убийством. Ну, мол, раз у нас военное время, то к недовольным надо отправлять убийц. Тихих и безукоризненных. Нелюбовь к родине, именно поэтому, это тоже черта характера, черта личности. Такая вот новая путинская идеология. Но мы-то с вами знаем. У Путина и всей его партии всегда была и есть другая настоящая идеология. Воровство, вранье и лицемерие. А врач у кошки изгоняет глисты, то для врача это специальная операция. Для глистов это война, а для кошки это очищение. И вам они говорят, идите воюйте, убивайте и умирайте. Прибожину в человека Пугачеву варить суп по вагнеровцам. А если не хотите, то вы предатели. Предали родину. А сами, ну, вы сами знаете. Я вообще-то сын Пескова. Мне нельзя на войну. Если знаете, что я господин Песков, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Вам в окоп по Цолидарам, а им в Дубай. Именно там зять и дочь министра обороны Шойгу встречали Новый год. Их уютный мирок не подразумевает существование России как таковой. И такая история повторяется из раза в раз. Чем громче единоросс кричит о патриотизме и загнивающем Западе, тем больше он ворует и прячет свои деньги на этом самом загнивающем Западе. Патриотизме Иногда, чтобы разоблачить коррупционера, нужно ехать на другой конец света. Получать справки, неделями изучать документы и финансовые схемы. Но иногда достаточно обычных гугл-карт. Давайте перенесемся в Черногорию. Виртуально, к сожалению. Вокруг нас сплошная зелень и горы. Проезжаем на нашем виртуальном кабриолете в сторону гор и остановимся вот тут. Рядом с виллой, носящей милой каждому единороссу название Калифорния. Теперь внимательно посмотрим фотографии. Мы страна другого совершенно менталитета. Мы понимаем, что такое за черных пояса. Мы понимаем, что такое трудности. Что такое родина, отчизна, отечество в опасности. Хм, что это? Вы тоже это слышите? Отечество в опасности? Какое отечество? Мы в Черногории. И почему говорят по-русски? На следующем снимке видно несколько припаркованных машин. Одна из них – белый Форд с российскими номерами А917-ОТ777. Это Форд, удачно попавший на гугл-карты, принадлежит не кому-нибудь, а депутату Государственной Думы. И не просто депутату. Одному из идеологов партии «Единая Россия» – Морозову Олегу Викторовичу. Все, что сделано в стране, сделано руками «Единой России». И хорошее, и хорошее. Вот этот усатый господин – депутат со стажем. Был депутатом Госдумы еще от первого созыва и оставался им непрерывно до 2011 года. Потом курировал внутреннюю политику в администрации президента, был сенатором в Совете Федерации. И, конечно же, Морозов – постоянный гость передач Славьева. Улучшить Россию нельзя. Вот ее нельзя немножко сделать краше, удобнее, комфортнее. Не получается. Вот сколько лет не пытались – не получается. Плохая Россия. Сейчас, переизбравшись в Госдуму, он блистает новыми законодательными инициативами. Морозов предлагает бомбить Киев. Уехавшим россиянам выдавать статус «нежелательные персоны», а западных политиков выкрадывать и вывозить их насильно в Россию, на суд. Поедет какой-нибудь военный министр какой-нибудь натовской страны пообщаться с Зеленским на поезде в Киев и не доедет. А проснется где-нибудь в Москве. Украден? Да. В 2015 году родная сестра Морозова стала собственницей дома стоимостью 300 тысяч евро. У самой сестры денег на такую виллу, конечно же, нет. У Морозова в этом доме 320 квадратов, 100 из которых это лофт мансарда, спустившись в который он сможет поплавать в бассейне. Вокруг одна зелень, горы и море в 10 минутах от дома. В чем плюс? Большой плюс этой ситуации. Очень приятно выйти на террасу, вдохнуть поглубже и пригрозить Польши войной. Первым местом в очереди на деноцификацию. Здесь живет моя мама. Сюда я приезжаю каждый месяц. Это моя родина. Само собой, НАТО, в котором находится его дом, Морозов считает угрозой для России. А любимой Черногории Морозов предрекает полное разрушение экономики. Никакой дружбы не будет. Никакого партнерства не будет. А не является ли депутат Морозов, семья, которая владеет имуществом на территории НАТО? Агентом, спросите вы? Не волнуйтесь, с Морозовым есть кому разобраться. Ведь в Госдуме существует целая комиссия по противодействию иностранному влиянию. Наш следующий герой как раз в ней состоит. Уж он-то точно разберется с черногорским единороссом. Знакомьтесь, Олег Матвеевичев. Тоже депутат. Член фракции «Единой России». В Википедии он, видимо, сам себя называет философом, писателем и экспертом-политологом. Политические прогнозы у него, правда, так себе. Год назад он прогнозировал, что до взятия Киева и Одессы осталось три дня. А вся Украина будет захвачена за десять. Я человек, который все эти годы боролся с фашистским киевским и женой. НАТО он называет раковой опухолью на теле планеты. То, что экономически, культурно, демографически Европа находится в агонии. Кроме этого, наш патриот ненавидит оппозицию и призывает давить ее танками. Выборы вообще являются катализатором всех негативных процессов. Выборы способствуют росту экстремистских настроений. Матвеевичев, как и наш предыдущий герой, ходит на телешоу к Соловьеву, где рассказывает, что Запад – территория жесткого тоталитаризма, где царит цензура. Вот у них это была шелуха, демократия, свобода. На самом деле они жесткий тоталитаризм устроили, социальные сети закрутили. Ваши семьи будут мыться раз в неделю. Зимой вы будете спать в шубах, угрожает он Европе. Вы скажете, что Матвеевичев – клоун и сумасшедший? Будете правы, конечно, но это еще не все. Не забыли главную скрепу «Единой России» – лицемерие? Вот Матвеевичев в очередном припадке заявляет буквально следующее. Нам надо, чтобы у нас выросли дети, которые никогда не слышали фамилию Гребенщикова или Пугачевой. И, похоже, он догадался, как этой цели достичь. Просто нужно расти детей и внуков подальше от России. Ведь прямо в этой раковой опухоли планеты, на территории НАТО, единоросс Матвеевичев решил отпраздновать свадьбу дочери. В Барселоне. Мы нашли видео и фотографии торжества. Вот гости собираются в шикарном особняке. И, наконец, на балконе появляется невеста. Кто же рядом с ней? Отец. Российский депутат Матвеевичев. С гордостью ведет ее под венец. Потом единоросс отправляется кататься на яхте. Наверняка хотел совершить вылазку и осмотреть враждебные корабли НАТО самостоятельно. Париж уже в бомжатник просто полный превратился. А вот это невеста. Лидия Матвеевичева. Теперь на западный манер Лидия Слуцковская. Вообще, ее супругу раньше звали просто Данила Иванов. Но в какой-то момент он меняет фамилию на Слуцковский. Что касается Иуд, здесь должно быть по закону расследование их деятельности. Живет, кстати, Лидия не по месту папиного депутатства. Не в Кемерове и не в Томске. А в Швейцарии, в Женеве. Матвеевичев называет уехавших из страны россиян Иудами. Но свою собственную дочь этот депутат отправил жить на Запад. Работает Лидия Международной Организации, которой, не поверите, занимается проблемами этики. Интересно, насколько этично то, что дочь депутата живет в Швейцарии на деньги папочки депутата. И эти люди смеют нам о чем-то угрожать, какой-то войне, какой-то продвигают нам демократию и так далее. Ей платит зарплату фонд время. Учредитель этого фонда сам Матвеевичев. А руководителем поставил 74-летнюю маму. Фонд занимается предвыборными проектами «Единой России». И на это бюджета не жалко. За 2020 и 2021 годы Матвеевичеву таким образом перечислили 285 миллионов рублей. На деньги, которые Матвеевичев осваивает на борьбе с оппозицией, он до недавнего времени свободно путешествовал по ненавистному Западу. Вот он публикует фото из Швейцарии. Вот из Италии. Вот из Польши. А вот из Греции. Каков гастролер? Битва, кстати говоря, идет она очень серьезная, эпическая. И еще один борец с оппозицией, хорошо знакомый внимательным зрителям нашего канала. Политтехнолог, начавший свою карьеру, помогая еще Борису Ельцину избраться в 96-м году. А сейчас, разумеется, восхваляющий Путина и Единую Россию. Мне кажется, позиция российских властей безупречна и последовательна. Это политолог Константин Костин. И он буквально сколотил состояние на борьбе с Алексеем Навальным. Пик официальной карьеры Костина пришелся на 2012 год, когда он работал начальником управления администрацией президента по внутренней политике. Потом с должности ушел, получил орден за заслуги перед Отечеством и продолжил работать в той же администрации президента, только в качестве какого-то такого субподрядчика. Придумывал компромат, получал гранты от государства, занимался ботами, помогал Единой России на выборах. Единая Россия провела достаточно интересную, яркую кампанию. Когда его почту взломали несколько лет назад, там нашлись какие-то совершенно сумасшедшие сметы, которые он носил в администрацию президента. И целый план борьбы с Навальным. Чего он только не придумал. Внедрить агентов в ПБК. Суды какие-то, работа в соцсетях. Проект качки против Навального. Даже придумывание альтернативного, контролируемого, якобы оппозиционного политика. И на все это Костин получает сотни миллионов рублей. Именно Костин придумал схему с подставными жертвователями. Это когда человек жертвует Навальному 50 тысяч рублей, а на следующий день разочаровывается и сразу идет писать заявление. Так было сфабриковано дело, по которому Алексей получил 9 лет тюрьмы. Проблема наших либералов, что они не могут конкурентоспособного предложения для этой группы сформулировать. Что они не могут предъявить внятных лидеров. Что они не могут заниматься нормальной политической работой. Костин, естественно, тоже единоросс. И не рядовой, а с титулом координатор экспертного совета партии. Каким вам видится развитие вот этой коалиции, которую мы называем путинское большинство, путинского большинства 2.0 и какое место единой России? На своей должности этот помоечный эксперт в основном восхваляет единую Россию и Путина. Говорит, у единой России есть моральное обоснование на право представлять людей в различных политических органах. А граждане, безусловно, доверяют Путину, потому что убеждены, он всегда и прежде всего действует в их интересах. Про войну Костин, конечно, тоже не забывает. Патриотический консенсус, который сложился в обществе вокруг проведения специальной военной операции и необходимости противодействия санкционному давлению, проявляется в консолидации вокруг президента и его политики. И все это делается с одной целью — сохранить свое доминирование. Только вот очень специфическое место выбрал Костин для своей собственной консолидации вокруг президента. Он выбрал итальянскую Тоскану. Посмотрите на эти кадры. Поля, полнейшая благодать, лошадки бегают. Потом появляется войско и сжигает виллу. Вернувшийся домой главный герой обнаруживает пепелище и разруху. Я сейчас показал вам кадры из фильма «Гладиатор» с Расселом Кроу. Этот эпизод был снят в итальянской Тоскане, а место даже на гугл-картах отмечено как аллея из фильма «Гладиатор». Герой Расселом Кроу не был бы так печален, если бы знал, что ему в страшном горе может помочь добрый сосед, вилла которого стоит тут же буквально через забор. Соседа зовут Константин Костин. В сердце Европы боевые действия. А тут вообще-то, извините, уже до европейских столиц рукой подать. Площадь тосканских владений Костина составляет почти 2 гектара, и весь участок представляет собой одну большую оливковую рощу. В центре участка стоит двухэтажная 12-комнатная вилла площадью 300 квадратных метров. Открытые ставни и аккуратные газоны явно говорят нам о том, что хозяева бывают здесь очень часто. Подлетим поближе. На участке есть еще гостевой дом с верандой и симпатичными ежиками. А вот на этих лежаках с видом на тосканские пейзажи очень удобно придумывать, как объяснить россиянам, почему они должны активнее умирать на войне. Виллу с этой замечательной кипарисовой аллеей Константин Костин записал, разумеется, не на себя, а на свою жену Ольгу Костину. Доверяет Ольге Костиной не только ее супруг. Она несколько раз была доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента, в том числе на последних выборах 2018 года. Только это уже само по себе неплохой повод отправить ее под европейские санкции. Виллу купили в феврале 2014 года, по удивительному совпадению в разгар Костинской борьбы с Алексеем Навальным. Чуть не забыл, отлетим немного от главной виллы, и перед нашими глазами предстанет домашняя крытая автостоянка. Справа стоит черный Мерседес. Мы даже не будем гадать, сколько он стоит. Мы скажем точно, у нас даже справочка есть. Ольга Костина купила его совсем недавно, 7 октября 2022 года, почти за 37 тысяч евро. А автомобиль слива чуть скромнее. Это итальянский кабриолет Fiat 124. Стоит такой около 25 тысяч евро. Только представьте, устав от расхваливания Единой России Путина. Утомившись в борьбе с Навальным, Константин Костин устремляется домой. В Италию. В аэропорту его встречает новенький Мерседес, ну, или если погода позволяет, то его ждет кабриолет. И Константин Костин мчится в родную Тоскану. Приезжает сюда и продолжает свою нелегкую работу. Думаю, предвыборные программы Единой России или планы борьбы с Навальным пишутся тут особенно хорошо. А смотря на собственную виллу в окружении Оливковой рощи, гораздо проще придумать, почему россиянам непременно надо умереть за твое право скупать итальянскую недвижимость. Мы оцениваем общую стоимость тосканских владений семьи Единороссовского прихлебателя и борца с Навальным Константина Костина в 1 миллион евро. Мы рассказали вам про трех абсолютно случайных единороссов, которых объединяет одна общая характеристика – запредельное, нечеловеческое лицемерие. Они требуют от вас любить их самих, любить их партию, любить Путина, ненавидеть ужасный Запад. Они требуют от вас, чтобы вы отправили своих близких умирать на никому ненужную войну. А, мобилизация, ой, у моего сыночка забирают, а студентов моих забирают. Да что же это Путин проклятый за войну придумал, да сколько можно, да мы все умрем, мы все погибнем. Вот из-за этой всей даяни мы можем проиграть. Сами они так жить не хотят. Их дети за границей, их дома за границей. Цель их жизни – наборовать в России и уехать жить в другую страну. В такую, где работают законы, где людей не заставляют умирать и убивать просто так. В страну, где в конце концов можно сменить президента на выборах. У нас ничего подобного не происходит. А знаете, что еще их объединяет? Что несмотря на то, что против двух из трех наших сегодняшних героев введены европейские санкции, Я под санкциями. Я в одном списке с Владимиром Владимировичем. Это почетно. Это очень почетно. Это никак не повлияло на их европейскую жизнь. Ведь все они записали имущество на родственников. Кто на сестру, кто на дочь, кто на жену. Другие, такие же жуликоватые единороссы, запишут на братьев, зятьев или просто друзей. Поэтому все, все те люди, которые помогают единороссам уклоняться от санкций и прятать свое имущество, должны нанести точно такое же наказание. В моих руках юридические документы. Заявления на наших сегодняшних героев. Мы отправили их властям Италии, Швейцарии и Черногории. Мы требуем включить Морозова, Матвейчева и Костина во все санкционные списки, в которые они еще почему-то не включены. И, конечно же, мы требуем санкции против их родственников, на которых они записали свое имущество. Единороссы годами рассказывают нам, как хорошо стало жить при Путине и как плохо жить на Западе. Так пусть теперь и живут с Путиным без своих европейских вилл. Жизнь заставит просто это делать. А мы не будем мешать. Трагедия в том, что таких людей, как наши сегодняшние герои, их не трое, их тысячи. И они захватили нашу страну много лет назад. Обвили ее паутиной лжи и насилия и пожирают ее. А когда им надоест или когда будет нечего больше получить, то они переберутся со своими семьями в приятное теплое место, оставив нам только нищету и разруху. Эти люди и их единая Россия, они и есть настоящие предатели. Они каждый день делают нашу страну несчастнее и беднее. Они втягивают ее в войну. Долг каждого человека сейчас оказывать сопротивление этим паразитам и преступникам. Кто как может, для любого человека найдется способ испортить планы Путину и его единой России. Вы можете поговорить со своими знакомыми, можете кого-то переубедить, можете распространить это видео или наклеить листовку. Ну и конечно же, любой ценой бегите от мобилизации. Не берите повестки, не ходите в военкоматы, не умирайте за виллы и дачи чиновников, которые разграбили нашу страну. Подписывайтесь на этот канал. Здесь говорят правду. И свободу Алексею Навальному.